Человек не сразу построил летающую машину. Сперва были летающие игрушки небольшого формата. Пренебрежительное отношение к авиамоделированию сохраняется до сих пор. Но ведь вся современная авиация вышла из крошечных моделей. Ивановцы с большим вниманием относятся к этому научно-техническому виду спорта. В Есюнихе состоялись соревнования среди учеников авиамодельных кружков. 36 ребят от 6 до 16 лет привезли свои модели самолетов. Спорт для меня. Хобби, увлечение. Нравится мне это дело. В соревнованиях участвовали несколько видов моделей самолетов. Схематические, резономоторные, таймерные и различные модели планеров. Победители определяли очень просто. На этих соревнованиях в основном представлены модели свободно летающие. Это значит, что ребята затягивают их на леере. А дальше модель в свободном полете летит столько, сколько пролетит. Судьи засекают время с момента отцепления от леера и до момента падения. Спортсмен, у которого модель дольше пролетит, соответственно побеждает. С тех пор, как авиамодели делали по чертежам и с линейкой, кое-что изменилось. Но принцип остался прежним. Главное понять, зачем конструируешь модель. Если только чтобы летало, можно и деревянные планеры, похожие на те, что делали на заре авиации. А если так, чтобы было как в жизни, копия или полукопия реального самолета. Но для того, чтобы модели выглядели серьезно, необходим не только талант конструктора, но и определенные финансовые вложения. Вид спорта в какой-то мере стал даже для богатых. Потому что очень дорого стоят материалы, из которых задалятся модели. Конструкторы, которые раньше продавались в магазинах за 50 копеек, сейчас стоят 50 долларов и дороже, до 38 тысяч рублей. Но однако детки есть, занимаются активно. Пока у нас на высоте этот вид спорта. Трудность в проведении соревнований, лучше так сказать, в участии наших лучших ребят, которые в областных соревнованиях занимают лидирующие позиции, первые места. Бывают проблемы с финансированием на эти поездки. То есть, если прошлый год на Кострому это была возможность съездить, нынешний год Новосибирск будет проводиться, первенство России среди юношей. В бюджет не заложены эти средства. Авиамоделизм сегодня показывает, к чему еще можно стремиться в российской авиации. А стремиться можно к большему. Но многим людям отдает ощущение полета, даже если они никогда не сядут за штурвал. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.